Ну, давайте начнем с того, что я никогда не играла в ассортные игры. Я вела мероприятия в казино. Я знаю многих людей, которые занимались, владели казино, работали в них. Я знаю и слышала негативные истории о людях, которые что-то теряли, проигрывали. Особенно это обычно было связано не с казино, а с игровыми автоматами. Я была действительно за отмену, за запрет игровых автоматов. Я не понимала, почему запретили дорогие казино, куда явно не выходит человек, который заработал свои 8 тысяч рублей и готов вместо того, чтобы отдать их семье, потратить их в игровых автоматах. Но это совершенно разные вещи. У нас, как всегда, все метут в один котел и отправляют вариться. Не совсем понимаю, зачем это было в принципе сделано. Я не против легализации. Мне совершенно все равно, скажем так. Я никогда не играла и не буду играть. Но я знаю людей, которые действительно играют в покер. И я считаю именно этих людей интеллектуалами. Они действительно по-другому мыслят. Это совершенно интересно наблюдать. Во многом это люди математики. Во многом это люди, которые умеют в голове простроить такие схемы и структуры. О чем вы говорите? Какой запрет покера? Это что, защита умных людей от неумных поступков? Ну, я, конечно, понимаю, что я сейчас категорично. Но мне кажется, это просто глупо. Поэтому пускай легализуют, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...